Она близнецы по знаку Зодиака, разменяла шестой десяток лет, простила мужу измену и взяла в свой дом ребенка с синдромом Дауна. Наша героиня Ксения Алферова, дочь легендарной Ирины Алферовой и приемная дочь великого Александра Абдулова. Но, несмотря на свою известную фамилию, так и не смогла достичь тех высот славы, которые окружали ее родителей. В свои 50 Ксения редко радует зрителей появлением на экранах, а ее роли чаще всего ограничиваются не самыми успешными сериалами. Но куда больше интереса у публики вызывает ее загадочная личная жизнь, которую семья упорно скрывает. Родившись в творческой семье, Ксения с детства оказалась в центре внимания. Мать была иконой стиля и признанной красавицей советского кино, а отчим – настоящей звездой, обожаемой миллионами. Но судьба распорядилась иначе. В 16 лет Ксения узнала, что ее биологический отец – болгарский дипломат, с которым у ее матери был короткий роман. Это открытие стало для нее серьезным ударом, однако Александр Абдулов сумел стать ей настоящим отцом и наставником. Развод родителей и появление новой семьи у Абдулова лишь усилили ее внутреннее переживание. В юности Ксения мечтала о карьере юриста, но, несмотря на серьезные планы, последовала заветам отчима и выбрала актерский путь. Однако ее первые шаги в кино не принесли большого успеха, хотя работа с такими мастерами, как Абдулов и Абдулова, дала ей профессиональную основу. Однако крупных побед в карьере она так и не добилась, и ее проекты часто подвергались критике. Тем не менее, телевизионные передачи, такие как «Жди меня», подарили ей любых зрителей. К сожалению, все завершилось скандалом и закрытием программы, но именно через экран Ксения смогла показать свои настоящие чувства и искренность, которые так ценили ее поклонники. Тогда актриса Ксения Алферова впервые поделилась своими чувствами после новости о закрытии одной из самых популярных передач на российском телевидении. Откровенный пост в ее социальных сетях тронул многих. Она поделилась болью и разочарованием, подчеркнув, что это шоу было не просто телевизионной программой, а настоящим социальным событием, которое изменяло жизни людей, помогало воссоединяться с семьям и дарило надежду тысячам. Актриса выразила свое недоумение по поводу того, как можно было зачеркнуть и поставить крест на такой важной миссии, и выразила надежду на то, что программа еще сможет вернуться в эфир. Решение о закрытии «Жди меня» вызвало широкий общественный резонанс. Помимо Ксении Алферовой, на эту тему высказывалась и Мария Шукшина. Она вела программу с конца 90-х годов, и ее предложение вернуть оригинальную команду тоже не было принято. Программа, просуществовавшая более двух десятилетий, сейчас вновь вернулась на наши экраны. Личная жизнь Ксении сложилась счастлива. Она замужем за Егором Бероевым, вместе они растят дочь, которая, в отличие от родителей, предпочитает оставаться в тени. В то время как многие звездные дети стремятся к славе, дочь Ксении Алферовой и Егора Бероева, Евдокия, остаются вне публичного внимания. Родители тщательно охраняют ее от посторонних глаз, оставляя множество вопросов без ответов. Евдокия отличается от других детей знаменитостей. Большинство россиян даже не знают, как она выглядит. Ходили слухи, что она могла родиться с особенностями, но редкие фотографии опровергают эти домыслы. Ксения Алферова избегает вопросов о здоровье дочери, лишь однажды упомянув, что Евдокия необычная девочка, которая может быть своенравной, но при этом нравится окружающим. Однако пара не ограничилась только заботой о Евдокии. Несколько лет назад в их семье появился новый члет, Влад Саноцкий, с синдромом Дауна. После смерти матери Влад мог оказаться в интернате, но Ксения и Егор приняли его в свой дом, окружив теплом и заботой. Алферова даже попыталась обучить его актерскому мастерству и помогла с жильем. Но Влад выбрал спокойную жизнь вдали от шума и суеты. Они взяли шефство над молодым человеком и помогают ему по жизни. Хотя карьера Ксении Алферовой в театре пока не достигла больших высот. Ее семейные ценности и общественная деятельность делают ее личностью, заслуживающей внимания. Интерес к ее жизни не утихает и, возможно, впереди ее ждут новые успехи как на сцене, так и в личных проектах. Субтитры создавал DimaTorzok